В Украине даже стихи пишут на тему поперек горла, но они не для эфира. Те, кто интересуется, может найти. Там аллюзия, скажем, на поэзию Тараса Шевченко и про ланы, и про кручи. Поэтому, кто захочет, поинтересуйтесь, найдете. А вот почему не Бензя сошел с ума, и кто ему и как в этом помогает? Что происходит на совбезе ООН, и почему до сих пор Россия там находится вообще? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Политолог Олег Лиснов присоединяется к нам. Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно же, картофель и котлету по-киевски мы обсудим. Это отдельная тема для разговора. Но начнем мы с трагедии, которую 8-го числа пережила вся наша страна. Это Ахмадед, это удар российской ракеты. И есть заявление президента Зеленского о том, что Российская Федерация на самом деле точно знает, куда бьют их ракеты. Давайте вместе послушаем, потом далее продолжим наш разговор. Россия всегда знает, куда бьют ее ракеты. Всегда. Прямое попадание из здания больницы было разрушено. Представьте это. Врачи, обычные люди, спасатели все вместе разбирают завалы. Пытаются спасти как можно больше жизней. Ждал ли кто-нибудь из них, кто-нибудь, кто оказался под завалами? Готовы ли они были ждать месяц? Нет, конечно нет. Потому что это глупо. Потому что когда нужно спасать жизнь, вы спасаете жизнь. Когда нужно бить врагов, вы бьете врагов. Вы действуете. Вы побеждаете. Вот как выигрываются войны. И именно таковы украинцы. И поэтому я горжусь украинцами и горжусь тем, что я украинец. И вот так мы можем победить Путина. Олег, понятно, что мы знаем правду. Есть факты, которые подтверждают, что это было Х-101. СБУ уже фотографии выложили. Эти обломки, которые нашли на месте прилета в больницу. Понятно, что Россия врет. Но как вы считаете, какая у них сверхзадача? Зачем они это делают настолько системно и преднамеренно? Это попытка размыть реальность? Это попытка убедить мир в том, что все не так, как кажется, не так, как есть на самом деле? Смотрите, по большому счету Россия, она же гибрид Российской империи, какой-то там, я не знаю, Орды и Советского Союза. А у представителей Советского Союза очень болезненно воспринимаются любые даты. Они в них или пьют эти даты, или убивают кого-то. Поэтому, а еще если впереди то, что сегодня происходит, да, и вчера саммит НАТО, юбилейный, да, который поперек горла, в принципе, стоит Путину, в принципе, как и костят котлеты по-киевски. И понятно, что им нужно было показать себя во всем своем естестве. Вот, ну не только им, тут получается, это трехходовка, потому что все-таки чекисты это все создают. Это сигнал украинцев запугать, ну не получилось. Видео возле больницы, видео возле домов, которые были разрушены, показывает, что украинцы не испугались. Мы другие. И также это сигнал, во вторую очередь, это НАТО, что я делаю, что хочу. А вы что сделаете, да? Вот я хочу бомбить, я буду бомбить. Тем более я запускаю ракеты с бомбардировщиков стратегических, из которых может когда-нибудь запущу ядерную там ракету в вашу сторону, может, в сторону Украины, куда угодно. Что вы мне сделаете? А вы опять не примете Украину, да? Ну вот, собственно говоря, я получаю то, что хочу. Ну и также своим партнером очень сильно подставил он премьер-министра Индии этим терактом. И получил, кстати, по зубам там же, ну не в прямом смысле, к сожалению, но морально он там сильно ножками дергал и глазки опускал. Когда премьер-министр четко сказал, понятно, не называя там все, как это есть, но Путин понял, о чем ему сказали. О жизни детей, которые не стоят никакой войны, никаких политических амбиций. Поэтому тут все, все в ихнем репертуаре. И, понимаете, есть логика дипломатическая, есть этикеты, есть мораль, а есть поведение бешеного зверя, да? Который в принципе очень болен, неизвестно сколько проживет, но действует так, как и диктует ему воспаленный мозг. Вот это вот нынешняя Россия и в первую очередь ее лидер. Поэтому здесь все четко и понятно для нас, это людоедский режим. Просто я с вами совершенно согласен, почему людоедов начали допускать в Совет Безопасности. Это, кстати, очень важный вопрос. И еще хотелось бы уточнить, а что с теми людоедами делать в том самом Совете Безопасности? Мало того, что они незаконно занимают там это место. Это Российская Федерация, не Советский Союз, страны, которой больше нету. Соответственно, кресла этого больше нету. Так почему же Россия как-то еще там крепится и держится? А не Бензи, кстати, как вы считаете? А он знает о том, что он сидит на месте пустышки? Ну я вот для начала что скажу. Вот этот вот чужой стул, звучит так себе, кстати, ну ладно. Он на самом деле это ошибка Запада. Почему? Потому что когда Советский Союз рушился, они думали, что кто-то взрослый должен сесть и с кем можно было договариваться. Это у них болезнь, которая до сих пор есть. Почему Путин живой, почему Россия такая, как сейчас есть. Потому что нужно с кем-то говорить. А не обязательно говорить. Я не помню, что это не с Бенладом говорили. Или с каким-то еще террористом. Но бог с ним. То есть они попали в свой же капкан. То есть они его приняли. И вот этот длительный период Россия заменяла Советский Союз. Она была в Совете Безопасности. И вот сейчас, когда мы говорим кулуарно, не кулуарно говорим, ну надо им дать под одно место, чтобы они прошли полную процедуру. Мы же не против того, чтобы они были. Хотя на самом деле очень даже против нынешнем качестве. Но там нам говорят, подождите, но тогда получится, что весь период, когда Совет Безопасности ООН принимал решения, они были нелегитимны. Хорошо, тогда есть другой вариант. Давайте на этот период, пока идет война, устраним ее от голосования. В принципе, в процедуре есть такое, что если страна есть агрессором, ну там у них же толмут такой громадный, там можно все что угодно вычитать. Главное, чтобы была пресловутая политическая воля. Вот на этот период приостановить ее членство в Совете Безопасности. Можно это сделать? Ну, наверное, можно. Но с другой стороны, это можно сделать на Генассамблее. Но потом решение приходит куда? В Совет Безопасности. А там есть как минимум две страны, которые наложат в это. Вот и все. То есть получается, это вот такой капкан, похожий на животное сказочное, на тени толкай. Куда ни беги, оно все равно как бы на месте находится. И с этим нужно что-то делать. И я думаю, что ООН сейчас идет по стопам Лиги наций. Если не получится вот так вот, то придется... А история сама попросит разогнать эту организацию, создать новую. Как правило, такие, к сожалению, организации перепрошиваются после больших войн и трагедий. Олег, как вы считаете, вот Небензи же, ну, наверное, не глупый человек. Все-таки сделать такую карьеру и сесть даже на этот стул, который мы уже поняли, что это за стул, нужно иметь какие-то хотя бы способности и таланты. Но такое впечатление, что его либо в плену держат, либо на него есть папка с компроматом, либо он сошел с ума. Ну, три варианта у меня, по крайней мере, такие. Потому что то, что он рассказывает, это уму непостижимо. Давайте еще один его комментарий послушаем. Понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, а не были бы ранены. Как вы считаете, у него обострение? Вы знаете, я вот когда готовился к эфиру, я думал, что вы ошиблись. Позвал меня, а не психиатр. Потому что на самом деле это не моя специфика. Потому что я вчера своему, ну, не к стыду, потому что здесь стыдиться нечего, когда смотришь на больного человека, ну, просто профессия вынуждает посмотреть от начала до конца, чтобы понимать, ну, всю глубину глубинного народа, да, извините за туфтологию. Я был в шоке, потому что на самом деле вменяемый человек так не может говорить. Но с другой стороны, я посмотрел, что он в это верит. Вот что удивительно. Как Чуркин верил, пока его не отравили. Поэтому он, как бы, наверное, знает, что если у него он не будет верить, то он, скорее всего, может, ну, как бы уехать домой по-другому. Как я там большинство двухсотых уезжаю с нашей территории. Может это, а может это просто имперскость, так говорить. Вот это вот азиатщина, только в плохом смысле этого слова, это я не привязываю никакому там конкретной нации, там еще кому, боже, сохрани. Просто вот эта вот ордынскость, которой они гордятся в последнее время, там Дугин гордился, что их Чингисхан сделал, наконец-то, воюющей нацией. Но, наверное, еще и мозги потеряли они по дороге, когда бегали платить дани поработителям тогда. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Это риторика... А чем отличается она от риторики Путина? Вот ничем же не отличается. Там еще больший бред. Этот хоть в историю не влез, он тут в оружии разбирается, в кухне там, еще в чем. Но когда он, он же видел боевых комаров. Он ничего только не видел. Может, просто мы не знаем, что они пьют перед тем, как выходят, что один, что второй. Или что курят. Ну, тут по-другому объяснить нельзя. Но самое главное, что адресат этого всего кто? Простой россиянин, который сидит перед телевизором и верит каждому слову. И верит каждому слову, и он и будет потом повторять это где-нибудь у себя на завалинке. Вот видите, украинцы бьют... А он забыл, например, вот когда он рассказывал... Знаете, вот еще один момент, буквально секундочку, который мне кинулся очень в глаза. Что вор, как правило, попадает в такую ситуацию, что у него на такой голове у меня там появляется огонь и горит. Да, вот он сказал про польскую ракету. Заметьте, его никто не спрашивал. Что-то ракета, которая в Польше убила польского фермера, да? Кто его об этом спрашивал? А теперь мы проводим параллель. Российская ракета полетела в Ахмадет. Это факт, он уже доведен и СБУ, и иностранная пресса об этом сказала, да? А теперь еще польский кейс. То есть, вот проболтался товарищ, вот и все. А он еще про Мариупольский театр, который почему-то он забыл, да? Это тоже наша провокация, да? Где было написано «Дети», так просто это наняк. Громадная надпись. Да, да, там уже надо быть или слепым, или глухим, или я не знаю кем. Но это не наш удар был, однозначно. Это факт, это преступление военное очередное. Поэтому мы здесь свидетелями, на самом деле, документирования своих же преступлений. Потому что если юристы сядут и разберут этот эфир, они грамотно выделят вот эти моменты, которые подтверждают то, что это был злой умысел. Хотелось больше убить, оказывается. А они раненые. Вот какая беда, понимаете? А почему в роддом выстрелили? А почему в роддом? Ну вот зачем вы убили в роддом? Там они про это молчат. Мы по заводу, условно, пять ракет прилетело. Ну, мы уже прекрасно в Киеве знаем, сколько приходов, сколько выходов. Нас уже не обманешь, и мы не российские граждане, которым можно в уши лить что угодно. Они будут это принимать за божью рассуду. Поэтому, да, это страшно, потому что это жизненных людей. Да, это танцы на костях. А вот это то, что как лето по-киевски, это вообще похоже на кощунство такое. Да, вот это вот показать вот так вот. А еще один момент, самый главный, я упустил, что они пытались всячески не допустить украинскую делегацию. Они придумали, что не так были документы. И потом сказали, что вот американцы вас протолкнули. Ну, не самостоятельные, вы даже не можете справочку написать или там, чтобы вы попали. Понимаете? Это вот такая мелкость, вот это вот, на уровне Совета Безопасности ООН. Это просто, просто... Вот, Олег, мы сейчас показываем то самое меню, там, где написано котлета по-киевски с картофельным пюре. Ну, давайте поясним, что здесь не только троллинг Российской Федерации, но еще есть более глубокий смысл. Вот как вы можете рассказать, как вы понимаете, что произошло? Зачем они написали котлета по-киевски? У них амбиции захватить Киев, либо же они вернулись к тем временам, когда это стало мемом в 90-х? Я думаю, что это вот танец на костях. Ну, вы знаете, мы будем есть. Но там просто, если блюдо кто-то знает, как оно состоит, из чего. В классике там, ну, там та же кость присутствует, да, вот, которой они должны обязательно подавиться. Поэтому это же, на самом деле, вот это все делается. То есть я не хочу влазить там в этот психоанализ, там, думать, что думал не Бензе, когда ему звонил Путин или кто-то еще. Это от слабости и от безнаказанности. Вот этот коктейль, который мы видим, да, они не смогли ответить и знали, что не смогут ответить на то, что украинская сторона показывает. Они прекрасно знают, что они убийцы, и им показывают фотографию, что это вы сделали. И им нужно как-то переиграть, а потом еще и написать какую-то же, они же пишут какие-то отчеты в Москву. Вот видите, мы украинцев там потроллили, да. Это вот, ну, это такая низость, когда люди погибают на самом деле, да, они же там за всех переживают, там, за распятого мальчика, там, за снегирей сильно переживают, за комаров наколотых и так далее. А тут погибли люди, может быть, обед не нужен был, потому что на самом деле тема-то про смерть, а вы опять жрать, извините за выражение. И причем в таком вот это извращенном виде. Ну, понятно, что нация больна. И мы видим, что вот эти лучшие представители, в кавычках, они ее демонстрируют в самом экзаке таком, да, вот такие они, да. Когда вот здесь, например, вот интересно, вы заметили, в этом человеке, где-то там Достоевский, Лермонтов, где-то Пушкин, где-то, где-то Балет, где-то в нем появился. Нет, в нем появился зажравшийся чиновник, который врет и не краснеет, даже руки не дрожат. Да там-то что Пушкин, что Достоевский, если почитать и разобраться, там один мрак, суицидное настроение и воспевание режима, и этого рабского бытия, которое есть, собственно, нормой для Российской Федерации. Как было, так и есть. Еще и вот эти преступления, которые не прекращаются. Сегодня опять российские, так, российские оккупанты расстреляли украинских пленных. Десяток выстрелов был, и Дмитрий Лубинец, бунтсмен, сделал заявление, он сказал, что это очередной факт жестокого нарушения Женевской конвенции. Россияне абсолютно не понимают, у них есть зеленый свет на все. Как вы считаете, действительно ли они зверствуют, потому что есть команда, есть добро на то, чтобы убивать украинцев, вне зависимости от того, пленные, это не пленные, женщина, мужчина, ребенок, только потому что нужно убивать и зачищать? Это, знаете, значит оправдывать их, если так думать, что им приказ дали, они убивают, а так они добрые и хорошие. В Буче тоже добрые и хорошие приехали, в Мариуполе тоже были хорошие, в Киеве, в Мощуне, в моих знакомых тоже приходили хорошие, условно хорошие. Кто их заставлял? Да никто их не заставлял. Это вот это вот крайнее проявление вот этой ордынскости, потому что мы помним, когда вот там описывали набеги того же Ченнисхана, о котором я уже сегодня первый раз вспоминаю, ну пытки, жесть, убийство, убийство ради убийства, убийство ради наживы, и вот это вот все происходит. С другой стороны, это элемент запугивания, а еще один момент, который тоже очень важен, это я столкнулся в отношении к пленным, да? Вот как мы относимся к пленным и как они относятся. И знаете, что мне один специалист тоже сказал, что вот они, когда к нашим пленным относятся вот так, пытают, которые приезжают там вообще еле живые или уже почти не живые, да? Это в российском обществе нормально воспринимается. А когда им говорят, ну мы же к вашим вот так относимся, оказывается, они думают, что к ним таким должны относиться, потому что они другая нация, они выше, они круче, к ним так должны относиться, а все остальные грязь. И вот это даже тот человек, который 2 плюс 2 складывает и у него получает 12, и не все зубы есть на месте и все остальное, и с мозгом тоже проблема, он считает себя имперцем. Он считает, что к нему должны относиться как к графу, а к украинским гражданам как к холопам. И вот это вот у них все зашито. Он не умеет читать, писать, ходит под себя, но он граб, он имперец, он думает, как помочь украинскому народу или американцам порядок навести. Понимаете, каким в голову вот налили определенную субстанцию, и они не думают. И вот они это и думают, и вот так вот выходят, к сожалению. И тут, наверное, не о них и не о нас. Это о мире, который на это все смотрит и думает, что отпетляет. Что это в Украине будет, что это когда-то закончится, а мы как-то отсидимся. Нет, это орда идет дальше. И это надо понять. И вот сегодняшний саммит об этом тоже говорит. Что надо понимать об этом. И не только понимать, а думать и готовиться. Есть уже какие-то, там Байден сказал, что НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо было. Ну, проявите свою силу, дайте нам F-16. Ну, вроде бы как президент сказал, что решили вопрос с самолетами. С F-16 и там пять патриотов, да. Но этого мало. Надо больше. Надо закрыть небо. Надо более жестко работать по российской территории. Разрешить нам это делать. Если вы этого не хотите, сделайте как Британия. Разрешите нам. И тогда мы закроем этот вопрос. И вот эти вот убийства прекратятся. Мы понимаем, что сейчас наш президент Владимир Зеленский делает все для того, чтобы наше небо стало защищением. Мы ждем хороших новостей и будем говорить об этом с вами дальше в наших встречах. Спасибо большое за это включение. Олег Лесный, политолог. Украина сегодня, тема дня. Спасибо, что пояснили очень важные моменты и расставили акценты. Спасибо. Продолжение следует...